Следить за безопасностью лесов теперь должны будут дачники. Приватизация останется бесплатной, а продавцов алкоголя ждут нововведения. В марте в России вступает в силу несколько новых законов. Подробно их изучал Захар Письменных, он сейчас в студии. Захар, ну кто в первую очередь заметит изменения? Дарья, в первую очередь новые законы коснутся, как уже было сказано, дачников и продавцов алкоголем. Но давайте обо всем по порядку. Если ваш участок находится рядом с лесом с марта, именно вы будете отвечать за его пожарную безопасность, за безопасность этого самого леса. Согласно постановлению правительства, после того, как снег растаял, необходимо очищать свой участок от сухих веток, валежника и любых других горючих материалов на полосе не менее 10 метров от леса. Если убирать не хочется, можно оградить лес от своей собственности противопожарным забором шириной не менее полуметра. Документ этот также значительно увеличивает и штрафы за нарушение лесного законодательства. Должностным лицам придется раскошелиться от 5 до 10 тысяч рублей, а юридическим от 200 до 300 тысяч рублей. Наказание последует, если станет понятно, что эти должностные или юридические лица вовремя не заметили нарушения и не попытались их устранить. Теперь о хорошем, об этом было известно и ранее, но и сейчас, а сейчас стало уже официально, бесплатную приватизацию. Жилья сделали бессрочной, это значит, что не будет необходимости выкупать свое жилье, если необходимо все же его приватизировать. Добавлю, согласно статистике, сейчас в России не приватизировано 22% квартир. Еще одно нововведение касается транспорта, а точнее безопасности на транспорте. По крайней мере, в этом уверены авторы постановления. Теперь, согласно документу, с 30 марта все технические средства, которые помогают оперативникам, должны проходить обязательную сертификацию. Здесь речь идет, например, о камерах, которые измеряют скорость, в другом видеонаблюдении рамки металлоискателя и камеры видеонаблюдения, например, в вокзалах, относятся к этой же категории. Оказывается, сейчас эти технические средства не проходят никакую сертификацию. Теперь же за ними следить будут обязаны сразу пять ведомств – это ФСБ, МЧС, МВД, Россвязь и Министерство транспорта. Ну а в конце информация для предпринимателей. С 31 марта вводятся очередные новые порядки на рынке алкоголя. Во-первых, появится новая лицензия на торговлю спиртными напитками для тех, кто этими самыми напитками торгует в общепите. Во-вторых, теперь запрещено продавать алкоголь в столовых, кафе и ресторанах, которые находятся в помещениях, принадлежащих образовательным, медицинским и спортивным учреждениям. Кроме того, с 31 марта абсолютно все предприниматели, вне зависимости от формы собственности, должны начать использовать контрольно-кассовую технику. На этом пока все. Дарья. Субтитры создавал DimaTorzok